Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня будет вторая партия ответов на вопросы. Как всегда, я вряд ли сумею ответить на все достаточно подробно, но по крайней мере попробую. Итак, вопрос первый от Дэна Готсмана. Виктор, объясните, пожалуйста, как влияет толщина снежного покрова на морозостойкость растений? У нас в Самаре четвертая зона морозостойкости, при этом очень снежные зимы. Можно ли пробовать сажать деревья и кустарники из пятой зоны? Смотрите, вот эта ситуация с зонами, это система, которая была разработана USDA, Американским министерством сельского хозяйства. И они выбирали средние и минимальные температуры за какой-то период наблюдений. То есть, по факту, если вы увидите, что у растения написана пятая зона зимостойкости, то есть это где-то до минус 28,5 градусов, это значит, что в то место, где оно растет, ну, росло в Соединенных Штатах, средние температуры, по-моему, за 10 лет были минус 28,5. Средний минимум, то есть берутся минимумы, которые наблюдали в той или иной местности и усредняются. Это значит, что в какую-то зиму это было 25, а в какую-то зиму 35. И это надо понимать. Кроме того, даже если формально ваш участок находится, допустим, в четвертой зоне, это не значит, что именно в четвертой зоне находится целиком ваш участок. В любом месте, особенно там, где много построек, какие-то массивы кустарников, живые изгороди, особенно из вечно зеленых растений, какая-то защита от ветров, от солнца весной, создаются уголки с различным микроклиматом, где могут расти совершенно уникальные вещи, которые, по идее, в этой зоне расти не могут. Вплоть до бамбуков вечно зеленых и там лавровишин, по крайней мере, какое-то количество зим. Снежный покров, который ложится рано, который достаточно толстый, он, конечно, сохраняет тепло. Тут важно, чтобы земля при этом глубоко не промерзла. То есть, если у вас, допустим, в ноябре вдруг внезапно случился минус 30 градусов, и без снега эти минус 30 градусов продолжались неделю или две, земля промерзнет достаточно глубоко. И когда сверху ляжет снег, он уже не будет оказывать сильно утепляющего воздействия на землю. Но, допустим, если у вас ляжет снег, когда был какой-то небольшой период, минус 5, минус 10 градусов, тогда, конечно, земля под снежным покрывалом может даже растаять. И тогда там может даже быть ситуация, когда что-то сопреет. Да, по умолчанию толстый слой снега, он улучшает зимовку растений. Но, как всегда, есть нюансы. Пробуйте. В крайнем случае, вы всегда можете попытаться менее устойчивые растения, особенно если до кустарники. Понятно, что с деревьями такой номер не пройдет. Просто нагнуть, пригнуть к земле дугами. И таким образом снег, который их прикроет, улучшит их зимовку. Светлана пишет, что очень содержательное видео. Большое спасибо за высокую оценку. Мы стараемся работать. К сожалению, не без ошибок, не без опечаток, не без оговорок. Вопрос следующий. С чего начинать создавать тенистый сад на голом поле? В чистом поле тенистый сад нужно создавать, наверное, с посадки деревьев. В любом случае, видимо, все-таки на голом поле уже есть какой-то дом, какие-то строения, какой-то забор, и они уже будут давать тень. В том числе тень не только от солнца, но и тень так называемую дождевую, и тень так называемую ветровую. То есть какие-то области, где не будет попадать дождь, которые будут защищены от ветра. В принципе, что такое теневой сад? Теневой сад – это лес. Когда вы заходите в лес, что вы видите? Вы видите деревья, вы видите нижние ярусы в виде кустарников различной высоты и низкорослых деревьев. Причем на опушках – это, как правило, стена от земли до высоты деревьев обычных. Лес – это место, где нет ветра, где высокая влажность воздуха относительно, может быть, более высокая влажность почвы, хотя деревья работают как мощные насосы, которые выкачивают влагу из почвы. Именно поэтому существует термин «сухая тень». Наверное, надо подумать, где вы посадите деревья, кустарники, создадите места, где меньше ветра, где более высокая влажность и где меньше солнца. Но в любом случае, к сожалению, вы тоже не указали, где вы живете. Я знаю, что, например, в Ленинградской области при условии достаточного увлажнения почвы и при достаточной влажности воздуха практически все лесные растения могут прекрасно расти и на полном солнце. Но при условии влажной почвы и влажного воздуха, если это, скажем, узкая клумба между отмосткой и мощеной дорожкой, то там будет достаточно сухо и на солнце им будет плохо. Если это просто некий цветник посреди газона, даже на полном солнце, большая часть лесных теневых растений там сумеет жить. Исключение, пожалуй, вечнозеленые в духе барбинка, вольтштейни, морозника и прочих подобных растений, которые будут весной гореть на солнце. Пожалуй, все. Спасибо большое. Как удержать влагу в песчаной почве и какие растения подойдут, если грунтовые воды находятся на глубине больше 20 метров? Хороший вопрос. И, к сожалению, опять же, не указано место, область или страна, где это находится. Потому что, опять же, грунтовые воды на глубине 20 метров в Санкт-Петербурге и грунтовые воды на глубине 20 метров, скажем, в Ростовской области или в Липецкой области или в Родинбургской области это совершенно разная ситуация с влажностью почвы, с влажностью воздуха и с осушением. Традиционно считается, что в песчаных почвах имеет смысл делать так называемые ямы, если говорить о деревьях, так называемый глиняный замок, по крайней мере, это рассказывает для условий Санкт-Петербурга, Ленинградской области. Но в идеале, наверное, понятно, что почву невозможно изменить полностью. Если у вас песчаная почва, вы не сумеете ее превратить в питательный суглинок. Вы можете сделать довольно большие посадочные ямы, вы можете сделать верхний слой суглинистой почвы с примесью перегноя, компоста, торфа и так далее. Но всегда, когда вы в песчаной почве копаете яму под дерево или делаете основание цветника, сделайте так, чтобы не было четкой резкой границы между песком и более питательной, менее рыхлой почвой на основе суглинка. Почему? Потому что тогда, особенно в дождливую погоду, суглинок будет напитываться влагой, но из-за отсутствия капилляров влага не будет уходить в песок. В ситуации осенних дождей, которые в Санкт-Петербурге это норма, у вас верхний слой суглинка 30-сантиметровый, допустим, напитается влагой и будет как гель удерживать ее. То есть у вас будет заболачивание при температурах плюс 10, плюс 5, около нуля. Для растения эта подушка не очень хорошо. А если вы поверх песчаной почвы сделаете, перекопаете то место, которое у вас оказывается на границе песка и суглинка, вы получите некий переходный слой. То есть у вас наверху суглинок, слой песка с суглинком, суписи с суглинком, который более рыхлый, и слой песка. И таким образом вода у вас будет как уходить, избыточная влага, из питательного слоя, более тяжелой почвой, так и отчасти подниматься по капиллярам, хотя, конечно, капилляры в песке практически не существует. Вот. Как это можно улучшить? Но опять же, то, что я говорю о своем опыте в Ленобласти. Понятно, что, опять же, регионы у нас разные, страна большая, и климаты очень могут отличаться. Климатические условия могут очень сильно отличаться в зависимости от региона. Единственный способ удержать влагу в песчаной почве, это добавить в песчаную почву почву, содержащую глины. То есть суглинок. Как правило, это суглинок. Конечно, можно добавлять гидрогель. Это специальные полимерные материалы, которые сильно разбухают при наличии влаги. Но гидрогель, как я понимаю, разрушается в течение нескольких лет. То есть это временное решение на первые годы, пока растение укоренится. Но в целом, улучшить их можно так. Что касается ассортимента растений, это очень сильно зависит от того места, где вы живете. Опять же, к сожалению. Скажем, в Ленинградской области все равно даже там, где песчаная почва, достаточно сырой климат. И ксерафитов у нас практически нет. А если вы живете, например, в степной зоне, то у вас очень много растений, которые, наоборот, адаптированы к недостатку влаги. И им будет некомфортно в Ленинградской области сыро, холодно. И они будут просто себя плохо чувствовать. Но при этом там, где вы живете, например, если вы там живете, я не знаю, откуда вы, к сожалению, вы не указали. Эти условия будут подходящие. Поэтому у меня большая просьба. Когда вы задаете вопрос, пишите, где вы живете и о каком месте идет речь. Может быть, даже в двух словах вкратце описать условия вашего участка. Тогда ответ может быть более полным. В противном случае это, к сожалению, во многом общие слова. Виктору у меня на участке почему-то стали сохнуть сосны. С учетом того, что за все лето было лишь два дождя, но я редко и больно их поливаю. Подскажите, что делать? Вопрос от Богдана Шмелева о соснах, которые стали сохнуть на участке. Понимаете, в чем дело? Я не могу ничего сказать определенного, не видя участка, не видя фотографии этого участка. Единственное, что я могу предположить, что если вы купили участок с лесом и начали там вести строительные работы, то, скорее всего, были достаточно сильно повреждены корни деревьев при строительных работах. Форма корневой системы дерева это большая плоская тарелка. Даже у сосны, у которой есть достаточно глубокий центральный корень, основная масса корней идет по поверхности. И часто строители, когда начинаются работы по строительству домов, прокладываются коммуникации, делается какое-то благоустройство, очень сильно могут обрезаться корни деревьев. И, как правило, это приводит и к понижению механической устойчивости деревьев, сокращению площади питания. И в рамках трех-пяти лет это начинает сказываться на этих деревьях. Поэтому очень может быть, что это было повреждено при строительстве. Я не могу сказать. Из вашего вопроса это не следует. Но это одна из главных причин, почему старые деревья на участке начинают внезапно болеть, сохнуть и даже падать. Спасибо. Вопрос от Артемиус Ландскейп. Скажите, пожалуйста, если знаете, можжевельник растет возле груш и передает ли он ржавчину или еще какие-то болезни? Среди болезней, вредителей, паразитов, в частности ржавчина. Ржавчина – это грибы, грибковые заболевания. И у них действительно два хозяина. В данном случае, да, действительно, можжевельник, в первую очередь, можжевельник казацкий, и груша и рябина поражаются одним патогеном. Соответственно, первичный и вторичный хозяин. Можжевельник, если не ошибаюсь, первичный хозяин у этого патогена. И для можжевельника ржавчиный грибок намного более опасен, он практически смертелен. А вот для груши, как вторичного хозяина, он намного менее опасен. Он фактически только повреждает листья, их внешний вид. Если в случае можжевельника вырастают плодовые тела весной, такие оранжевые уши, которые повисают на стеблях, на побегах, это означает, что этот побег надо удалять и сжигать. И практически эта ветка можжевельника уже поражена. На самом деле, все растение поражено, просто видно только на этом. Этот процесс занимает не один год. То у груши и рябины ржавчина поражает лишь листья. Да, это некрасиво. Да, это при большой площади поражения может снизить урожай. Но для этих растений это не критично. Просто нужно обрабатывать фунгицидами вовремя. Если можжевельник растет возле груши, да, понятно, что скорее всего они будут в этом цикле патогена, цикле грибка, работать вместе, но в каждом кубическом метре воздуха находятся миллиарды спор. И расстояние, которое может быть хоть отчасти позволит изолировать вот эти два хозяина одного паразита, должно исчисляться километрами. Поэтому смысл. Вопрос от Алекса Афанасовича, или Афанасовича, к сожалению, не знаю, как правильно это прочитать, о морозниках в условиях Ленобласти, в условиях Санкт-Петербурга. Плюсы, минусы подводные камни. Видел в обив продажи морозник, но я так понял, что он там в качестве рождественского декора квартиры типа пуансетия или цикламена, в посадках его никогда не видел. В условиях Ленинградской области нормально себя чувствует морозник восточный и его гибриды, а также морозник кавказский и его гибриды. У этих растений зимуют листья, весной они отмирают и вырастают новые. Их лучше сажать в условиях полутени или весенней тени, там, где на них не будет попадать солнце. То есть, это лесная часть сада, где есть опад, где есть полутень, где они вполне органично смотрятся, и вот именно сейчас, пока нет снега, они вполне себе работают, как украшение сада. В норме эти растения цветут в феврале, марте, иногда в январе, в условиях климата, которые более мягкие, чем наши зимы. Поэтому у нас они могут вести себя немного странно. В частности, у меня какие-то гибридные морозники восточные пытались цвести к ноябрю. Каждый год в конце сентября поднималась стрелка, набухали бутоны. Иногда успевали, но чаще нет. В идеале, если они цветут ранней весной, как правило, это конец апреля, май, когда только ставил снег. Сейчас предлагается довольно много различных видов и сортов, но при выборе лучше остановиться на морознике кавказском, его сортах и гибридах, и на морознике восточном, его сортах и гибридов. Первый это хилиборус кавказика, второй это хилиборус ориенталис. Вот они вполне устойчивы. Но, опять же, если у вас у нас случится бесснежная зима при минус 30, скорее всего, морозников мы не досчитаемся. А так берите, но, наверное, конечно, не под Новый год. Хотя, нет, я бы, наверное, сейчас не стал покупать, потому что непонятно, как это сохранить до весны. Впрочем, если у вас есть холодная лоджия, где температура плюс 5, может быть, максимум плюс 10 и достаточное освещение, вы вполне можете попробовать. В противном случае лучше покупайте в горшках весной или заказывайте корневища и сажайте ранней весной или покупайте летом в питомнике. зимой это действительно украшение на Новый год. Напоследок, я хочу поздравить зрителей канала с наступающими праздниками, Новым годом, Рождеством, всем тем, что вы празднуете и пожелать чтобы следующий год с точки зрения садоводства в том числе был лучше, чем предыдущий и, наверное, пожелать нам всем все-таки мягкой и снежной зимы. Следующий год считается годом белой металлической крысы. Иногда его называют годом мыши и так далее. Мыши и крысы это не друзья садовода, к сожалению. Они могут объесть кору с деревьев, с корней деревьев, они могут съесть луковичные, они могут повредить корневища многолетников. Их сложно называть нашими друзьями. Но я надеюсь, что этой зимой они поведут себя достойно и не съед ничего лишнего и не расстроят нас. С наступающим! Редактор субтитров А.Семкин